мы снова на черном море послезавтра мы уезжаем не знаю видно будет на камеру или нет настолько прозрачная вода что видно много много рыбок и водоросли видно сейчас я постараюсь подальше зайти стать и попробовать показать стоишь вокруг много-много таких маленьких маленьких рыбок плавает я поглубже стоял не знаю видно или нет но здесь очень много маленьких рыбок я их сама вижу но боюсь что на видео не видно будет потому что у меня муж с сыном тут недалеко плавают получается что рыбки куда-то видимо отплывают но я вижу сейчас вот приплыли просто мне кажется до того как я пошла за телефоном их было лучше видно чем сейчас вот может видела маленький такие рыб дельфина видела пока мы шли и вон еще один проплыл приплыл вернуть сейчас если получится я его засниму как обычно телефон достаешь вон они уже туда поплыли никого нет тебе стоишь без телефона чуть ли не за спиной проплывает сейчас чуть на другое место здесь ходим нигде дельфин как бы дельфины в той стране мы на более такой безлюдный участок приходим пока ищешь ракурс чтобы люди в кадр не попадали или за телефоном ходишь все самое интересное мимо камеры проходит вон они надеюсь видно вам медузы есть но их практически не видно ну то есть одна бывает у одну увидишь так я вот смотрю рыбок много малюсеньких плавает и и дельфины и домой захочется и грустно конечно что сегодня уже четверг субботу рано утром и уезжаем и 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 Один там дельфин, другие там. Наверное, они рыбу ловят, ну как, загоняют стаи. Спрашивали, зачем здесь сетка, я не знаю. Три года назад сетки здесь не было, но дельфины спокойно под сеткой проплывают, то есть это не от дельфинов, получается, перекрыли. Дельфиновый Павел. Субтитры делал DimaTorzok Возвращаю такое ощущение, что только меня одно вот это всё восхищает каждый раз, как вот первый раз вижу. А остальные, ну, дельфины и дельфины. Тут же появились. Такое впечатление, что вот когда чулку более сильные волны, что их приносят откуда-то. Потому что до этого я плавал и одну и медузную видела. Но сейчас их можно увидеть в воде вдоль берега. Ну, и некоторых уже сюда немножко выброшенных фон. Видите, в воде, если просмотреться, видно их. Там и водоросли видны, и медузы. Они такие небольшие. Но он ещё лежит. Так вода, конечно, очень прозрачная. Видите, что у меня не больше кот с медузами лезть. Ей, конечно, больше в аквапарке понравилось. Ой, смотрите, какая самая маленькая медузка. Маленькая, прям маленькая. Вон, видите, малюсенькая. Муж не теряет попыток Катюшу позвать в море. Но она не хочет. Потому что она стоит на берегу, увидела несколько медуз. Но не хочет теперь заходить. В любом случае, стоит морским воздухом, дышим. По камушкам ходит. Она заходит в воду, ноги помочить. Но сегодня решила не плавать. Вода тёплая, хорошая. Если присмотреться, то и на берегу можно рыбок увидеть. Их волной сюда выносят, потом обратно тут выносят. А когда мы плавали, один дельфин прям очень близко к нам был. Вынорнул так неожиданно. Все. Пока. Но это будет нормально. Субтитры заходила. сегодня были на море потом заехали в поселок и там купили виноград персики варенье из персиков это я для мамочки взяла также варенье из инжира тоже для мамочки взяла так здесь у нас идет мед подсолнечника это муж взял гречишный мед это для старшей дочки она попросила и варенье из малины и проезжали мимо ярмарки купили дыню и еще вот такой большой арбуз и персики это мы тоже купили на этой же ярмарке мы завтра уезжаем сейчас идем назовское море посмотреть что и как у нас и вчера электричество отключали сегодня сейчас вот отключилась электричество вчера воды не было надеюсь когда придем во все будет работать мы сейчас спускаемся там можно кусочек пляжа увидеть такой вид отсюда мои там море спокойно и поэтому решили сегодня искупаться ну и тем более мы завтра утром уезжаем здесь единственное если жарко сложно потом наверх подниматься не прям сложно тяжеловато ведь какая дорога но наверху там получается дома какие-то участки еще не застроены где-то дома уже построены где-то в процессе строительства тепло ну за счет того что от моря ветер дует комфортно вполне и получается потом подниматься вот туда вверх и и до дома нам еще там мимо домов немножко пройти надо будет не так кусочками снимаю пройду часть пути еще кусочек снимаю просто люди вот так вам покажу в общем туда вниз сейчас буду спускаться вот такая дорога сейчас пойдем вдоль моря море очень много ракушек мои впереди ну и такой аля пляж скажем так там дальше выглядит лучше сколько медуз я в воде вижу я плавать сегодня не буду катюшка думаю тоже к медузам не полезть смотрите какие они крупные не зря мы все-таки на черное море ездили плавать возможно старше дети захотят искупаться или муж очень много я сейчас смотрю на таких огромных медуз думаю муж тоже вряд ли в такую воду полезет ну сколько там подальше может как-то поменьше почему и хорошо сюда с машиной приезжать потому что можно в любой момент поехать куда угодно а если конечно без машины приехать то получается что ты как бы ну привязан например вот этому пляжу и уже особо выбору нет вот либо чтобы в такой воде как плавать хотя я не представляю среди такого количества медуз ну либо не знаю какие другие варианты есть прям огромные медузы ну и здесь смотрите много кожи которых ранее выбросил очень много ракушек и здесь вот так все выглядит ну что не пошел дальше смотреть ну вы меня просили показать пляж недалеко от дома мне здесь конечно нравится именно черное море вот куда мы ездили где дельфинов много сам дом очень нравится ну если учесть что я особо плавать не то что не умею я умею плавать но я например боюсь заплывать далеко то есть мне надо чтобы любой момент я могла но ногой дна коснуться жару я плохо переношу сгорать я не люблю да и ко мне загар не прилипает я на море больше езжу потому что дети хотят вот младшая дочка очень хотела муж на море хочет муж у меня очень хорошо плавает для него конечно удовольствие плавать так сама одна я бы на море наверно не поехала хотя скажу что конечно смена обстановки увидеть что-то новое это всегда просто замечательно и когда есть пока есть возможность конечно я очень рада что мы куда-то стали ездить последние годы потому что раньше такой возможности особо не был как вам покажу катюшка там ракушка собирает он то дерево которого корни свисает мне кажется тут видимо когда шторм потом море наверно до сюда доходит потихонечку вот это я не знаю что это песок глина подмывается я не удивлюсь если со временем вот эти деревья например тоже как смоет воду видите здесь все такое как неровно изрезаны поверхность вот этой породы не знаю как сказать это не скалы ну не тут конечно впечатляют своими размерами я не знаю видно ли на камеру но я вижу их в воде да ну вот и чуть дальше не только около берега но и воды более на глубине скажем так ну вот там вот так видно что-то вроде наподобие чего-то оборудована ну до этого мы здесь людей видели вот так люди на машинах приезжают вот люди которые сейчас пол машина не в море плавали пока мы шли виды полу пушил у меня навстречу собак пришел тоже явно не плавали собаку пушилку давайте немножко пройду покажу вам как здесь все выглядит все резко плавать передумали ну мы вчера хорошо на черном море накупались вдоволь вот так у девочки выглядит здесь все мы изначально хотели дом снять недалеко от того пляжа куда мы вот на черный море ездим но уже все было занято муж не смог найти что-то свободное потому что мы в последний момент искали жилье то есть муж до последнего точно не знал дадут ему отпуск или нет ну естественно в последний момент как вы понимаете уже особо никаких вариантов не было нет может какие-то номера были но у меня муж отдыхать любит вот в отдельном доме там смотрите тоже дорожка и как мне кажется забор какой-то возможно там тоже поселок или что-то я ничего не могу сказать насчет этого здесь очень как я рассказала много ракушек там дальше не знаю ну видите здесь убираются судя потому что стоят мешки с мусора сейчас мы с вами пройдем немножко вперед посмотрим мне сегодня надо еще полы помыть вещи собрать все перемыть потому что вчера воды не было целый день и позавчера вечером уже воды не было поэтому я не могла посуду помыть ну и конечно перед отъездом дом надо в порядок провести все перемоем и берем вот так смотрите здесь не знаю что это и вот так дальше гора ракушек там не знаю что ну и тут такой запах как сын сказал морепродуктами но мне кажется вот когда водоросли на солнце как подгоневать начинает вот что-то такое ну для меня запах не очень приятный вот здесь прям очень много ракушек ну так все выглядит ну и я думаю вот видно сверху там сверху такой как но я называю поселок ну на самом деле там название улиц и номеров домов нет и просто как видимо продали участки люди кто купил строить там чем-то напоминает какой-то дачный поселок вот как есть а санты разные вот на данный момент там не магазинов ничего нет это надо на машине проехать другой поселок сочек по ракушкам даже жалко ходить они так мышки скрипят ломаются под ногами все вам показало вроде муж меня ждет дети пошли видимо в сторону дома есть сколько муж решил ноги помочить а я не хочу туда лезть сейчас нам путь наверху длинный предстоит ну и вот мы поднялись и там дома я сейчас по дорожке пойдем так нашему дому придем такие разные дома и вот сейчас мы пойдем по той дорожке и прямо к дому выйдем какие-то участки так понимаю еще не купили со временем наверно все будет застроен ну и сейчас по этой дороге мы прямо к дому выйдем мы только вернулись из контактного зоопарка сначала мы ехали в другое место но увидели вывеску контактного зоопарка и что там есть кафе где представлено блюдо из траусиного мяса решили зайти попробовать и потом заодно еще и прогулялись по контактному зоопарку из блюд мы брали шашлык из траусиного мяса и бургеры и в сам контактный зоопарк билет с одного человека стоит 700 рублей дети до пяти лет по моему бесплатно зоопарк нам понравился там что-то вроде страусиной фермы нам даже владелец показал страусиное яйцо и плюс еще немного других животных и птиц представлено прогулялись потом в поселке зашли в небольшой магазинчик купили там лимонад и еще я купила соль адыгейскую и приправы это я для мамочки взяла три года назад мы когда отдыхали в голубицкой я покупала адыгейскую соль и приправы и себе и для мамы и нам все это понравилось и сейчас увидела решила взять в контактном зоопарке видео я не снимала но немного там пофотографировала все фотографии выложу как всегда в telegram кому интересно смотрите я же сейчас отдохну и буду уже наводить порядок надо и полы помыть и везде убраться потому что завтра утром мы уезжаем и конечно же вещи надо собрать поэтому влог буду заканчивать вас всех хочу поблагодарить за внимание за добрые комментарии за вашу поддержку всем желаю отличного настроения и до новых встреч до новых видео всем пока